Всем доброго времени суток, рада приветствовать всех, кто заглянул на мой канал. Меня зовут Ева Лекцер, в данном видео хочу вам представить тероскоп для всех знаков зодиака с 8 по 14 октября 2018 года. Хочу сразу ответить на несколько ваших вопросов. Первое, когда вы мне пишете, как определить свой асцендент? Я очень часто отвечаю на подобные вопросы. Пожалуйста, либо постарайтесь пересмотреть предыдущие комментарии. Тем более, каждый из нас умеет пользоваться интернетом. Вбейте, что такое асцендент и как его рассчитать. Это делается вполне элементарно. Программа все сделает за вас, вам необходимо в нужную бутыльку вбить в свое место, время и дату рождения. Теперь, касаемо того, что у меня на этой неделе не проигрался тероскоп, имеет место быть. Он является общим, не индивидуальным. Плюс, я повторюсь, многим из нас необходимо смотреть свои тероскопы не только по знаку зодиака, но и по асценденту. Ну, то есть, например, вот я телец, асцендент у меня во Льве. У меня может одну неделю проигрываться по Тельцу, другую может проигрываться по Льву. Здесь вы сопоставляете сами, какие события как у вас наиболее отыгрываются, да, и по какому знаку у вас больше проигрываются тероскопы. Касаемо, когда вы мне пишете под комментариями, как с вами связаться. Везде под каждым видео есть такая кнопочка «Еще», вы нажимаете, спускается спойлер. Там указаны все мои контакты. В соцсетях, а также мои личные контакты, вайбер и ватсап, на которые вы можете мне написать, со мной связаться. Хочу сразу обратить ваше внимание на то, что быстрее всего я отвечаю в ватсап и вайбер. Честно, у меня нет времени выписывать вам текстовые сообщения. Чаще всего я вам отвечаю голосовыми, потому что у меня большая загруженность. Если вы видите, я даже не успеваю записывать и выкладывать вам видео на канал. Не потому что не хочу, а потому что нет на это физической возможности. Поэтому всех, кого интересуют индивидуальные консультации, либо все, что касается обучения, пожалуйста, ссылки есть на мои контакты под каждым из моих видео. Находите, пишите, буду вам отвечать. Ну а теперь непосредственно переходим к нашему тероскопу. Сегодня я работаю с повседневным вторым ведьмом Ильнарман Рана Джордж. Первая колода у нас, как всегда, покажет позитив, негатив неделей, совет от карт. А Оракул Ильнарман нам покажет неожиданность недели, какие события у нас с вами произойдут на этой неделе. Работаю я на промысленно перевернутых арканах. Это моя специфика работы. А для тех, кто о ней не слышал, пожалуйста, погуглите тоже, потрудитесь касаемо работы на перевернутых картах. Это есть, это придумала не я, это не мои личные выдумки. На самом, по сути дела, торологи должны все работать на прямых, на перевернутых арканах. Просто есть разные школы, разные учения, поэтому вы можете ознакомиться с этой информацией и смотреть тех специалистов, которые вам наиболее близки. Итак, начинаем нашу с вами работу. Окна. Начинаем с вас. Итак, позитив недели. Негатив недели. Совет от карт. Итак, на позитив недели у вас здесь падает перевернутая семерка мечей. Я вам покажу в прямом положении, будет трактовать перевернутым. Вот если эта карта четко говорит о ситуации обмана, участником, кое вы можете стать, да, то в перевернутом, это называется, опередить ваших врагов, конкурентов или соперников на несколько шагов вперед, предугадать их действия и, скажем так, благополучно обойти этот процесс. Либо самому не быть вовлеченным в ситуацию обмана, либо отказаться от каких-то махинаций, обманных действий, соответственно, не стать соучастником, ну, каких-то непродуманных мероприятий. В плане негатива у вас здесь падает, сейчас уже прям вам покажу. Как вы видите, здесь у вас падает пятерка мечей. Карта четко здесь указывает на саму по себе ситуацию негатива, ссор, конфликтов, разногласий. И вот здесь у вас проходит в связке сама по себе ситуация, когда вы желаете скрыть разбитую чашку. Например, если вы против кого-то что-то замышляли, это, например, желание помириться. То есть не нанести вред кому-то, да, кому-то копать яву, а, например, выяснить все вот эти противоречия, разногласия и попытаться урегулировать ваши взаимоотношения. В плане совета, вот у вас падает рыцарь мечей, у вас просто на этой неделе одни мечи, ну, совсем накал страстей, напряженная обстановка, выяснение взаимоотношений, будете рубить с плеча, будете потом об этом жалеть, но, как говорят карты, то, что у вас здесь падает, это неминуемо. Давайте посмотрим на неожиданность недели, что же вам говорят карты. Карта Аист, кардинальные перемены, также здесь может проходить ситуация перелета, как вы видите, да, с чем это будет сопряжено. А вот смотрите, вот здесь падает карта, сейчас я вам покажу ее поближе, именно в этой колоде есть вот такая вот карта, называется вот она, как влияние дурного глаза. Ну, то есть, смотрите, в том Макгрегоре, в котором вы находитесь, неважно, христиане вы, мусульмане, иудеи и так далее, постарайтесь защититься от дурного воздействия, потому что в связке вы-то это дело обойдете, но вместе с тем все-таки, ну, если вы атеист, безусловно, да, просто постарайтесь создать энергетическую оболочку, чтобы вас никто не сглазил, ваши планы, ваши начинания, потому что здесь вот четко проходит карта зависти, карта какой-то агрессии, направленной в вашу сторону. Вы это обойдете, у вас для этого есть все силы, но вместе с тем, если вы человек верующий, то прибегните, пожалуйста, к каким-то защитным обрядам, молитвам, чтобы эту ситуацию искоренить. Но в целом, даже если посмотреть по картам, здесь изображена ситуация чистки. Так что вот такая у вас будет неделя. Особенно для тех, кому это необходимо. В целом же это карта каких-то конфликтов в личной жизни, либо на работе, которую вы будете пытаться урегулировать. Так, смотрим дальше. Тельцы. Так, тельцы. Позитив недели. Негатив недели. Совет от карты. Так, на позитив недели. Вот у вас падает перевернутый король Пентакли. Но здесь для многих это может проиграться, как возвращение блудного сына. Неважно, какой у стихии у вас является мужчина. Если здесь сам мужчина, то здесь налаживание контактов с какими-то товарищами из прошлого. Это как могут быть ваши друзья по работе, так и в целом, скажем так, люди, которые вам близки. Друг, например, с которым вы разорвали взаимоотношения. Если в целом, то здесь, скажем так, не поддаваться на манипуляции вашего супруга, отца, брата, то есть человека, который у вас старше по званию, может быть, например, это ваш руководитель. Почему карта падает в плане позитива перевернутый король Пентакли и это обернуть ситуацию в свою пользу? Если же эта ситуация касается финансов, то это просто выплаты, знаете как, материальные потери, в связи с чем? То есть вы будете закрывать либо долги, либо какие-то выплаты по кредитам. Еще может так проиграться. В плане негатива здесь у вас падает десятка кубков, но это указание на то, что эти, кстати, траты у вас могут быть связаны с семьей, с какими-то семейными вложениями, с семейным праздником. И вот еще такой момент, что, например, если будет состоится какое-то семейное торжество, вы будете себя некомфортно чувствовать в этой обстановке. Слишком будет много эмоций, здесь вот какие-то вот семейные напряженные взаимоотношения, кстати, связанные не могут быть с мужчиной. Я знаю, как это проиграется у меня, уже четко вижу ситуацию по картам. Ну а вам говорю, что у вас это может быть связано как с вашим, например, родственником, так или в целом мужчина, который имеет отношение к вашей семье. Так, ну в плане совета, что у вас здесь падает, как вы видите, пятерка кубков, ситуация не отчаиваться, не быть чужим на празднике жизни каким-то образом. Знаете, какая бы потеря у вас ни была, соберитесь, чтобы вас не вгонялась ситуация, стагнация, отчаяние. Все это проходящее. Постарайтесь посмотреть в целом на происходящее по другим углам. Какая же у вас будет неожиданность недели? Карта книга. Либо карта, когда вы сможете открыть или узнать какую-то тайну, либо это сама по себе ситуация, обучение, изучение чего-либо, нотариального оформления. Ну и в данном случае книга-якорь. Это все, что касается именно тренинги, курсы, повышения квалификации, связанных с вашей работой. Либо вы можете непосредственно тоже кого-то обучать. Так что здесь это не является неожиданностью. Скажем так, основная тенденция этой недели, то, чем вы будете заниматься. Ну а те события, которые у вас здесь падают, я вам описала. Так, далее. Близнецы. Позитив недели. Негатив недели. С вами этот карта. Так, на позитив недели. У нас с вами падает перевернутый пашкубков. Излишняя ваша эмоциональность, которую вы будете выплескивать, например, в творчество. Поскольку карта в негативном, ну то есть перевернутом положении, каким образом она падает с позиции позитива. То есть, будет запал, будут новые начинания. Возможно, вот единственное, что здесь падает негативного, это вы можете нерешительно к чему-то приступать, либо быть неуверенным в себе. Но, тем не менее, за что бы вы ни брались, для вас это будет положительный аспект. Падает новые возможности, новую энергию и новые силы для свершения. В плане негатива вам здесь падает карта правосудия. Здесь могут быть какие-то либо судебные издержки, то есть судебные дела, либо же в целом какие-то, ну как это сказать, встречи с проверяющими инстанциями, если у вас на работе, да, то есть позиции негатива. Или же здесь какие-то неприятные моменты, когда вам могут выставить счет, либо какие-то административные штрафы с позиции вот этих вот служб, которые обслуживают ваше жилье там. То есть все, что касается ЖКХ и так далее. То есть все, что связано непосредственно с такими вот бюрократическими нюансами. Еще по правосудию, что здесь может быть тоже бюрократическая проволочка в плане с открытием вашего дела. Либо же здесь могут быть проблемы с оформлением виз документов и так далее. Но все это временно. Так, с позиции совета вот у вас здесь падает карта Туз Жезлов, то есть вы будете кипеть энергией, будете кипеть эмоциями. Вот у вас это падает новое дело, новое начало. Для кого-то это может проиграться как новое знакомство. Также не без этого. Но в плане, как говорит карта, не бойтесь, начинайте. Все у вас получится, все у вас свершится. Потому что энергию, толчок вы уже дали тому, что вы хотите начать, что вы хотите преобразовать в своей жизни. Так, с позиции неожиданных проявлений, что у вас будет на этой неделе. Здесь падает карта Женщина. Влияние женщины на вашу ситуацию, чего бы она ни касалась, в какой бы сфере жизни. И в каком аспекте здесь будут какие-то кардинальные значимые перемены. Ой, так, смотрите, здесь вот падает Женщина, крест, и падает вот карта шаман, либо дух. Видите? Смотрите, здесь еще может быть сама по себе ситуация чистки. Кому-то, например, нужно обратиться в церковь, на исповедь, на причастие, дабы почиститься, успокоиться, да, привести в порядок свою душу. У кого-то это может быть действительно в целом сама по себе ситуация чистки, то есть обратиться к какому-то практику. Не обязательно должна быть это порча или негатив. Очень часто, когда у нас бывает в жизни душевный и духовный кризис, нам, знаете, как нужно убрать какие-то негативные внутренние блоки, наши внутренние, которые мы выстраиваем себе сами. И вот здесь в связке карты именно об этом говорят. Нужна чистка от всего того негатива, независимо от того, привнесенную в вашу жизнь вами самостоятельно, либо третьими лицами. То есть нужно исправить ситуацию, выровнять вашу ауру. Так, давайте смотреть дальше. Итак, Раки, что же вас ждет на этой неделе? Позитив недели, негатив недели, совет от карты. Так, на позитив недели четверка Пентакли. Сама по себе ситуация стабильности, желание удержать свое, честно заработанное вашим трудом. И желание, это не только, знаете, как удержать, но и приумножить. Здесь вы, скажем так, сама по себе ситуация экономии, когда вы сопоставляете свои доходы с расходами и думаете, где бы заработать. Потому что на текущий момент вы являетесь заложником ситуации. А именно, что, скажем так, например, ваши ресурсы уже на исходе и вам нужно думать, где бы добыть новое. В плане негатива десятка кубков. Ну, карта хоть сама по себе позитивна, но вы почему-то себя ощущаете чужим на этом празднике жизни. Либо здесь нет взаимопонимания в семье, либо в целом будут какие-то мероприятия проходить, которые вам будут не в радость, а в тягость. Ну, например, вся ваша семья собралась на вылазку на пикник, а вас не радует такого рода мероприятие. Вам больше интересно пойти в кино либо провести время скажем так совсем по-другому. Так, из позиции совета вот у вас падает Паш Пентакли, карта обучения, карта опыта. Вы знаете, как вот подбросить монету, да, орел или решка, в какую сторону направиться, как развиваться. Здесь все ваши начинания будут успешны. Кстати, кто-то здесь может даже познавать азы исторических либо оккультных наук, да, все, что с этим связано. Так, ну давайте посмотрим, о чем нам говорят карты с позиции неожиданностей недели. Луна. Луна, сама по себе ситуация, самокопание, попытки разобраться в себе, внутренних страхах, переживаниях, ваших эмоциях, ситуация, вы знаете, внутреннего самоедства. Карта Коса. Вот то, что у вас на текущий момент идет ситуация невроза, расшатанных психики, вот ваши какие-то внутренние переживания, видимо, связаны непосредственно с финансами и тем, как их раздобыть. Ну и как следствие, да, это может отражаться у вас на семье. Но тем не менее, карта Медведь показывает, что либо у вас есть внутренние собственные ресурсы, то есть вы способны справиться с любой задачей, с любыми препятствиями за счет собственных ресурсов, те, которые у вас есть. Либо здесь у вас есть поддержка в лице мужчины, не важно кто это, друг, супруг, отец, родственник, но тем не менее, вы справитесь с любой поставленной задачей, поэтому переживать вам здесь не о чем, все у вас будет хорошо. Так, давайте смотреть, давай. Так, ребята, что же вас ждет на этой неделе? Так, карта упала сама, так и оставим. Упала вот на позитив недели. Негатив недели, совет от карт. На позитив недели. Так, у вас здесь падает девятка мечей, ну, вполне позитива, это, конечно, внутренний страх, и с которыми вы будете бороться. Почему? Потому что вы поймете, что на какой-то вот текущей ситуации, которая вас очень сильно гнетет, из-за которой вы переживаете, жизнь не заканчивается. Вот, впереди рассвет, нужно узреть его. То есть, даже если у вас что-то сейчас не получается, либо у вас это вводит в ступор и стагнацию, вы поймете, что вы делали неправильно, и как из этой ситуации выйти. И страхи ваши будут беспочвенны. В плане негатива. Вот вам даже карта это показывает, перевернутая десятка мечей. Если это провал, крах всего, то в перевернутом наконец свет в конце тоннеля. Вот вам вот здесь он даже изображен. То есть, будет выход из тупиковой ситуации. Чего бы она ни касалась, финансов, работы, личных взаимоотношений, либо в целом какой-либо ситуации. И в плане совета, вот у вас карта сила. Да вы справитесь любопоставленная задача, любой ураган, любые препятствия вам по плечу. Потому что ваша энергетика, ваши способности, ну, лев, понимаете? Ребята, тут даже попадает ваша карта. Ну, что мне вам сказать? Неделя у вас пройдет как по маслу. Так, давайте смотреть с позиции неожиданности. Что же у вас здесь? Что же у вас здесь? Вот, это может быть связано с женщиной, либо в целом ситуация обмана и предательства, потому что здесь падает карта змея. Карта здесь вот падает, видите, шаман. Может быть либо сглаз, либо негатив, либо дурное влияние. Но дело в том, что, видите, у вас падает карта сад, вода, чистка. Счистить его все ненужное. Либо у вас будет внутренняя защита, которая не позволит этому негативу лечь, либо в целом избежать ситуации обмана. За счет чего? Либо обращение к астрологам, магам, да, вы прощупаете ситуацию, либо за счет вашей сильной внутренней интуиции. У вас все получится, поэтому вы сможете сниглировать эту ситуацию. Пусть у вас будет так. Искренне вам этого желаю. Так, поехали дальше. Делаем, что вас ожидает. Позитив недели, негатив недели, совет от карты. Так, на позитив недели. Ситуация повешенная, ситуация застой в делах, но почему она падает в плане позитива? Это возможность зависеть все за и против, посмотреть на какую-то волнующую вас ситуацию под другим углом, да, соответственно, развязать самому себе руки. То есть решить, что вот вас так долго волновало. Тем более застой, это не всегда негативная сама по себе ситуация. Это пауза на переосмысление, когда вы четко разберетесь, как вам действовать, каким путем вам идти, что вам делать в данной ситуации. Обретение опыта, обретение мудрости. С позиции негатива, здесь у вас падает карта влюбленные. Почему она падает на негатив? Либо станет ситуация выбора, либо будет ситуация любовного треугольника, которая вас ввергала в эту ситуацию стагнации. Если же это не касается личных взаимоотношений, это может быть ситуация выбора в плане работы. Либо в целом, знаете, вот я не знаю, там, переезжать, не переезжать в другую страну, брать кредит, не брать кредит, проходить лечение, не проходить лечение. Вот в плане негатива здесь может это идти как поспешный выбор. Поэтому не спешите. Так, в плане совета у вас падает здесь перевернутый суд. Здесь сама по себе ситуация, которая вот вы вогнали себя в ступор сами. Посмотрите, неделя для вас будет крайне значима. Три старших аркана. В связке они могут указывать на ситуацию разрыва семейных взаимоотношений из-за ситуации любовного треугольника. Но, если вы не знаете всех за и против, как говорит эта карта, вы ждете время, соберите всю информацию. Иначе вы собственноручно можете, скажем так, разрушить то, что вы очень долго строили. Если же ваш вопрос не касается ситуации взаимоотношений, то тоже можете сами себе наберечь поспешными выводами касаемо карьеры, не знаю, либо вложения финансов и так далее. Потому что перевернутый суд это ситуация краха. Поэтому, чтобы ее избежать, пожалуйста, действуйте взвешенно и обдуманно. На неожиданное событие будет карта леса. Сама по себе ситуация обмана, ситуация интриг. Во многом это проиграться, если для смотрит женщина, да, из-за мужчины. Если смотрит мужчина, то у вас может здесь быть соперник. Если касается именно личной жизни. Почему? Потому что по карте лилии здесь точно идет какая-то сексуальная связь. Если это касается работы, то здесь как бы обман, который будет преподноситься, который, вы знаете, вам сделали из добросовестных либо чистых побуждений. У многих это привлек ситуацию стагнации, подвешенное состояние. Но повторюсь, в основном, вот по картам как падает, будут либо касаться личной жизни, либо работы. Что вам нужно за то вынести? Все равно по карте корабль ситуация для вас будет проходящий, сможет из нее выйти. Поэтому просто выжидайте, присматривайте, и решение к вам придет само. Поехали дальше. Весы. Позитив недели, негатив недели, совет от карты. Так, на позитив недели, ну что тут в Весе? Восьмерка жезлов, карта урагана, быстрых действий, скорости, карта поездки, переезда, отъезда, ну все, что связано с логистикой, сообщения, звонки, переписки. Ну, это карта движения, карта скорости, получения новостей, получения известий. Причем для вас, как здесь говорят, знаете, положительные. С позиции негатива здесь падает перевернутый максимум, по себе ситуация манипуляции. Кто-то будет вами манипулировать, помогу, это как правило идет мужчина, неважно кто-то близкий человек, либо ваш руководитель, либо в целом какой-то знакомый, поэтому постарайтесь не податься на эти ловки и манипуляции. Ну и в плане совета здесь у вас падает четверка жезлов, это карта торжества, карта праздника, ну по той простой причине, что все-таки весы, месяц-то ваш, у всех, у многих вас дни рождения, праздники, вот оно здесь и отыгрывается, да, ситуация торжества. Поэтому, как говорит карта, не обращайте внимания на любые перипетии, празднуйте, веселитесь от души, делитесь своими эмоциями, пусть у вас этот месяц зарядит только самыми благоприятными, яркими эмоциями и позитивными переменами. Ну и в плане неожиданности, так, карта окончания, чего-либо, чего конкретно, ух ты, судьбоносных изменений. А я вам скажу так, вот здесь вот по картам это может указывать на ситуацию, как прощание с мужчиной, причем я вам скажу честно, как есть, ну то есть, не обижайтесь, но как карты падают, так я ее интерпретирую. Первое, здесь может быть либо смерть родственника мужчины, я надеюсь, у вас это не проиграется, а может быть по картам, как прощание с мужчиной, с позицией отрезать мужчину из своей жизни. В основном это касается, потому что вы понимаете, что мужчина несет, он только в жизни негативные перемены. Давайте даже уточню, что же конкретно. По карте клевер, все равно для вас эта ситуация будет благоприятной. Как бы она не подыгралась, как бы вы не лили слезы. Это я говорю только касаемо расставания. Надеюсь, что это будет вот только в такой эпостасе, как я озвучила, и никак иначе. Но все равно я вам обязана была озвучить оба варианта. Просто из лезда некоторых еще это может отыграться, ну да, действительно, как есть, уж простите, что говорю, как смерть мужчины-родственника. Поэтому надеюсь, что все-таки это будет отыграно в другом аспекте. Так, поехали дальше. Что у вас здесь падает на карту? Скорпион, позитив недели, негатив недели, совет от карты. На позитив недели у вас падает перевернутый император, ну это ваше упрямство, это знаете, вот если мое мнение есть неправильное, но на этой неделе это будет оправданно. Безусловно, это особенно свойственно мужчина. Ну или если смотрит женщина, то с позиции позитива здесь может быть какое-то авторитарное решение вашего руководителя, брата, супруга, либо близкого человека, но которое впоследствии вам обернется во благо. В плане негатива здесь у нас падает перевернутый дурак, ну какие-то опрометчивые решения, либо опрометчивые начинания, либо в целом какое-то легкомысляное отношение к какой-то из ситуации в вашей жизни, неважно какой сферы жизни это касается. Кстати, женщины, будьте внимательны, потому что здесь позиция негатива для вас, там может быть незапланированная беременность. Поэтому, кто не планировал, держите в ухо во строк. Ну и с позиции совета, рыцарь мечей. Ситуация резкого прояснения взаимоотношений, это желание расставить точки и что-то озвучить. Возможно, знаете, как с позиции совета, например, если что-то вас очень сильно тяготит, разъехаться, пожить немножечко отдельно, подумать, взвесить за и против, потому что, видите, здесь ситуация сама по себе, перелета, отъезда и так далее. Но, как говорит рыцарь мечей, вот даже у нас проигрывается в плане с перевернутым императором, действуйте на этой неделе авторитарно. То есть, если вас что-то не устраивает, озвучивайте жестко и бескомпромиссно в своей позиции. Итак, в плане неожиданности недели падает женщина, то есть, влияние какой-то женщины на текущую сферу жизни, то есть, каким образом повлияет на вас эта женщина, либо на вашу ситуацию. Здесь падает карта звезды, либо поможет реализация ваших планов, намеченных целей, потому что здесь падает карта собака. То есть, друг, подруга, которые к вам придут на помощь в трудную минуту. То есть, если здесь смотрит мужчина, то будет реализация ваших планов и начнете надеть за счет женщины, женщины, которая является вам другом. Если смотрит женщина, то здесь вам придет подруга на помощь в сложной ситуации. Так, смотрим теперь стрельцов. Стрельцы, что же у вас здесь? Позитив недели, негатив недели, совет от карт. На позитив недели у вас падает перевернутая, как вы здесь видите, сейчас покажу поближе, девятка кубков. То есть, если в прямом положении ситуация умиротворения, то здесь, наоборот, здесь будет присвящение эмоций. вот у нас, они у вас уже будут литься, биться через край. Как правило, эмоции, эти деструктивного характера могут касаться, знаете, вот когда вот капало, 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 по капле, что-то вас доставало, либо раздражало, и вот теперь фух, и выплеснулся этот фонтан. Давайте, может, негатив нам прояснить, с чем это связано. Здесь падает королева кубков. Кстати, для вас это может проиграться, как переживание, из-за беременности, потому что, либо по королеве кубков, из-за того, что вы, может быть, чьей-то любовницей, потому что королева кубков, это карта любовницы, либо же вы можете узнать о том, что у вашего мужчины, тоже есть любовница. Поэтому здесь ситуация по-разному может проиграться. Но с позиции совета, у вас здесь падает перевернутый рыцарь Жезлов, вот если это любовник, то это, знаете, будут краткосрочные связи, но к чему не обязывающие. Если же касается непосредственно вашего мужчины, то, знаете, как мужчина, как вечный бодулай, сегодня здесь, а завтра там. Если это, в принципе, не касается сферы личной жизни, взаимоотношений, хотя кубки, маловероятно, что это касается работы, но тем не менее, если это касается других сфер жизни, то вы, например, своими эмоциями можете помешать ходу развития чего-либо. Ну, например, на эмоциях сорваться, с кем-то конфликтовать и помешать, соответственно, начало вашего нового рабочего проекта в плане работы бизнеса. Либо каким-то образом, скажем так, попортить отношения по королеве кубков. Это может быть руководитель, начальница, как следствие, отодвинуть на задний план повышения по карьерной лестнице. Или же здесь могут быть также, если касается финансов, то финансы связаны непосредственно с ситуацией, это здоровье по-женски, либо ситуация с зачатия, как следствие, да, вот у вас, ну, не то, что нервные потрясения, переживания по этому поводу. Ну, давайте же посмотрим, что у вас здесь конкретно на неожиданной неделе. Что же у вас здесь упадет? Карта клевер. Ну, чего бы это ни касалось, все равно сможете урегулировать. По карте клевер удача будет на вашей стороне. Хотя по карте крест, это, знаете, как изменения, которые у вас будут судьбоносные, либо судьбоносные перемены. Касаться это в первую очередь будет взаимоотношений, брака, либо в целом отношений. То есть здесь может проиграться, как, смотрите, крест и кольцо в связке. Это называется нерушимая связь. Вот если бы ложилась вот так, это была бы ситуация разрыва взаимоотношений, либо брака разводного процесса. А так вот вы здесь с кем-то завязаны в каких-то отношениях, из которых вы не можете выпутаться, либо не считаете нужным выпутаться. Может быть и такое. Касаться это будет в первую очередь работы. Либо отношения на работе, либо же если касаться именно рабочих моментов, то здесь какой-то вот трудовой договор для вас как кабала, который вот этот новый проект будет вызывать массу переживаний. Потому что развиваться будет не так, как вы планировали, либо не так, как вы хотели. Не сможете вы его курировать. Так, по стрельцам все. Переходим к эзерогам. Эзероги, что же вас ожидает на этой неделе? Так, позитив недели. Негатив недели. Советок карт. Так, на позитив недели. Вот у вас здесь падает перевернутая королева мечей. Ну, это знаете, как вам сказать, желание съязвить. Вот иногда для вас это вот уместно. И настроение себе поднимите, и человека на место поставите. Поэтому я здесь не рассматриваю это с позиции негатива. Вот этот ваш, знаете, острый ум. Да, иногда это может с вами играть злую шутку. Но не здесь, и не сейчас. Потому что на этой неделе вы четко будете знать, о чем вы говорите, и кому вы говорите, чем вы парируете. Потому что перевернутая королева мечей, это желание либо поставить человека на место, либо отставить жестко, как-то бескомпромиссно свои права, свои полномочия. Еще по этой карте это ситуация расчета в чем-либо. Ну, например, строить скандоделовые взаимоотношения для того, чтобы каким-то образом поспособствовать себе в работе, да, продвинуться по карьерной лестнице, либо в целом развить свой бизнес. Либо же отношения могут быть по расчету, но не с позиции финансов. А, например, вы знаете, как партнер вам сейчас может быть удобен, переждать с ним до лучших времен, может быть и такое. Либо воспользоваться связями какого-либо человека в своих интересах. В плане негатива, неделю у вас падает здесь ту спинтакли, а именно, как вам правильно сказать, прибыль-то здесь будет, но с позиции негатива это могут быть просто крупные капиталовложения во что-либо. То есть какая-то крупная покупка, которая ударит вам по карману. Но это не является негативом, это просто указание на серьезные материальные траты. И в плане совета падает у вас королева Пентакли. Здесь помощь, неважно словом, делом, либо финансом, финансами от королевы Пентакли, женщины земной стихии. Это телец, дева или козерог. Здесь также может проиграться как помощь или совет от мамы, либо от замужней женщины, либо от женщины состоятельной, состоявшейся, которая имеет свой бизнес, имеет свой доход. То есть здесь необходимо вам будет прислушаться к ее мнению, ее замечаниям. Потому что вот здесь, понимаете, все равно по этой карте вы получаете от нее какую-то поддержку. Безусловно, во-первых, поскольку стихия-то ваша, к королевой Пентакли, вы сами относитесь к этой стихии. То есть на этой неделе, вот понимаете, сама себе хозяйка. Еще может быть так. Ну давайте посмотрим на неожиданность, что же вам тут несет карта. Здесь падает карта, ну это как называется, семейная комната, либо скрытая комната. Карта каких-то тайн, интриг, либо скрытых отношений, либо в целом скрытых связей, либо скрытой информации, которая может вам поступать. Поступит, видите, она от женщины. Но по карте крысы, понимаете, вот, ну например, вы знаете, как в анекдоте? Машка, а ты знаешь, что твой Васька гуляет? Пусть гуляет, он тепло одет. Вот это такая же сама ситуация, когда какая-то подруга, добрая в кавычках, принесла вам какое-то известие, и вот вы ее поставили на место. Потому что вы понимаете, в какой цели эта информация вам доносится, чтобы вас ущупнуть, уколоть, знаете, и откусить от вашего пирога. Но номер-то не пройдет. Поэтому пусть будет именно так. Козирожки. Удачи вам на этой неделе. Так, смотрим дальше. Водолеи. Что же у нас в водолеях здесь? Позитив недели. Негатив недели. Совет от карты. На позитив недели. Ох, королева Пентакли. Ну смотрите, водолеи. Либо для вас каким-то образом крайне позитивно отыграется женщина из земной стихии. Это телец, дева или козирог с позиции помощи, совета. Либо здесь будут какие-то проходить крупные финансовые сделки. Но большее здесь, поскольку это фигурная карта, то отыгрывается как влияние, причем позитивно именно этой дамы. Для многих это может отыграться в принципе как супруга, либо как мама и какое-то взаимодействие с ней. Но тем не менее, поскольку впадать на позитив, вот это вот взаимодействие для вас будет позитивным. В плане негатива вот у вас падает перевернутая смерть, ситуация застоя. Но видимо, вот эта вот барышня у вас каким-то образом будет из этого ситуации застоя выводить, чего бы он ни касался. Но вот поскольку карта финансовая, это застой в финансовых делах. Но и в плане совета, повешенный, желание переосмыслить, посмотреть на ситуацию под другим углом. Ну, давайте когда тянем вам на негатив, что уже у вас, чего именно будет касаться. Так, перевернутая императрица. Ой, а застой-то у вас именно с женщиной. И женщина-то здесь не свободная, а замужняя. Особенно это касается мужчины. Вот этот тарасков в большей степени мужчины для вас проиграется. Застой в отношениях с замужней женщиной, которую вы не можете решить. По карте повешенной будьте каким-то образом выжидать, занимать какую-то выжидательную позицию, чтобы в дальнейшем решить эту ситуацию. Но неделя для вас значимая. Два старших аркана, даже какие-то три старших аркана. Обратите, пожалуйста, на события этой недели внимание в плане неожиданности, коса. Напряженные отношения, либо ссора, либо разрыв. Женщины. Ой, товарищ, что ж у вас тут такое-то, а? Либо какая-то шокирующая информация может прийти от женщины. Ну, понимаете, вот не в обиду вам, мужчины, но относится к вам эта женщина потребительски. Если же смотрит здесь женщина, то здесь замужняя женщина, подруга может к вам относиться, да, не совсем искренне. Ну, честно, вот не обижайтесь барышней, но на этой неделе больше проиграется для мужчин. Дела сердечные здесь идут. И вот здесь, вот понимаете, меня обманывать не нужно, я сам обманываться рад. Чувства там бурлят, кипят, но понимаете, что барышня вас здесь пользует и ничего вы пока с этим сделать не сможете. Так, ну и давайте смотреть наших замечательных рыбок. Рыбки, что же у вас будет на этой неделе? Так. Позитив недели, негатив недели, советов карт. Так, на позитив недели. Ой, ну рыбки, ну дай бог. Туз Пентакли, карта крупных возможностей, открытых дверей во всех сферах жизни, потому что Туз Пентакли это карта удачи, карта шикарных начинаний, знаете, вот подфартила, карта крупной прибыли, прихода финансовых, средств, даже если вы их не ждали. То есть, вот здесь, как говорится, наконец-то повезло. Так, с позиции негатива. Здесь у вас падает восьмерка Пентакли. На негатив, смотрите, сейчас я все объясню. Карта оттачивания своего мастерства либо тяжелого труда. Вот, откуда у вас будут деньги. Будете вкалывать, как папа Карл. В плане негатива, о чем он говорит, ну, что деньги просто будут оставаться вам тяжелым трудом. Ну, это как расценить негатив или позитив, поймите, потому что, ну, то, что нам дается тяжело, это будет фундаментально, надежно, стабильно и долгосрочно. Поэтому, деньги будут, денег будет много, но зарабатываться будет тяжело. Так, ну, из позиции совета, да у вас неделя все просто деньги деньгами погоняют. У вас здесь падает рыцарь Пентакли. Мужчинка может объявиться, может здесь у вас будет финансовая поддержка со стороны отца, мужа, брата в целом, каким-то образом могут повысить здесь заработную плату, либо будет какой-то удачный, выигрышный проект. Если здесь не касается мужчины, то вот это, знаете, как медленно, но верно. Вот то, что вы делаете, то, над чем вы трудитесь, впоследствии вам будут приносить очень хороший, стабильный результат. Либо для многих проиграется, как появление пассивного источника дохода, что уже неплохо. Так, ну давайте смотреть с позиции неожиданности недели. Ключ, шанс, открытие новых возможностей, удача во всех сферах жизни, за что вы бы ни брались. Ключ, это решить ключевую проблему, подобрать, знаете, вот каждому замкусываю ключ. Вот это как раз про вас. Вы найдете ключ к любому человеку, к любой ситуации, найдете к любому подход и решите свою проблему, чего бы это ни касалось. Кстати, еще может проиграться, как покупка транспортного средства. Поэтому, дорогие мои рыбки, искренне от всей души вам этого желаю. Пусть у вас на неделе, кстати, из всех знаков, честно, вот у вас неделя самая замечательная. Пусть она для вас так и проиграется, и у вас будет море денег, море возможностей и самых благоприятных начинаний. Ну и тем, кто ждал мужчину, мужчину, конечно же. Вот такой у нас вышел расклад. Я искренне вас благодарю за внимание. Для тех, кого интересуют мои индивидуальные консультации либо обучение, обучая в индивидуальном порядке, ссылки на мои контакты вы найдете под спойлером под этим видео. Ну а с вами была Ева Лекцер. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok